Зенит! Здравствуйте, дорогие друзья! Это шоу о идее спорта Оли Глакамоли, которое выходит при поддержке спортивного сайта sportsdaily.ru Я бы хотела представить вам одного из игроков клуба «Зенит СПБ» Романа Порошина, играющего под номером 13. Я посмотрела в программке, очень интересный, на самом деле, амплуа у игроков называется. Я вот такие даже первый раз видела, но запомнила, что Роман – это связующий игрок. Расскажите пару слов вообще, может быть, о себе и заодно, может быть, покажете класс, как обращаться с мячом. Здравствуйте, дорогие друзья! Я связующий волейбольный клуб «Зенит Санкт-Петербург». Давайте продемонстрировать что-нибудь. Давай, вы мне накидывайте, я примерно буду делать передачу. А как нужно? Высоко кидать? На удар мне высоко. Ой, больно. Покрепче, покрепче. С меткостью у меня проблемы, причем в хоккее тоже пока. Я думаю, что достаточно нам для начала, и о каких-то тонкостях волейбольных мы позже поговорим, когда будем готовить. Что пока я вам не скажу, но это будет очень вкусное, полезное и прекрасное блюдо. Не переключайтесь, всем спорта и глакамоле! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в уютном гостеприимном ресторане «Вразе» на Петроградской стороне. Сегодня в гостях у Оли Глакамоле игрок волейбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург» Роман Порошин, играющий под номером 13. Недавно я была на матче этого волейбольного клуба, и так как в хоккее у нас не очень много амплуа, а более того, я пока что и не имею собственного амплуа до конца, потому что только недавно присоединилась к команде в волейболе, их намного больше. И вот я бы попросила Романа, может быть, рассказать немножко вообще об игре, о том, как проходит тренировочный процесс, что делать связующий, какие еще есть амплуа, чтобы сразу ввести зрителей в курс дела по поводу волейбола. Здравствуйте, друзья! Я связующий волейбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург». Как все мы знаем, волейбол – это командная игра, очень тяжелая командная игра, вид спорта. Да, но есть амплуа «Связующий», первый темп, доигровщики и игрок в диагонали. Что делает «Связующий»? Связывает всех игроков между собой? Да, «Связующий» – это мозг команды, да, он распределяет передачи, «Связующий» оказывает второе касание. Довольно-таки тяжелая амплуа, так как ему игроку «Связующего» надо быстро думать, думать, куда отдать пас, знать, кто в данную секунду может забить мяч, уверенно забить, принести очку команду. Отлично, тогда сегодня, наверное, если позволите, связующим побуду я, потому что мы не только собрались здесь, чтобы побеседовать о спорте, здоровом образе жизни, идее и каких-то, может быть, еще отвлеченных темах, как разговор пойдет, пока неизвестно, но я заранее могу сказать, что мы будем готовить. Сегодня мы приготовим прекрасного лосося, он будет в апельсиново-соевом таком маринаде, мы его замаринуем сами, а потом на кухне нам его приготовят, позже мы сейчас можем полакомиться, я думаю, что получится очень вкусное блюдо из всего этого. В качестве гарнира мы сделаем салат из кускуса с табулей. Табулей – это такая рубленая мелкая зелень, мята, петрушка, чеснок. То есть я сейчас буду распределять ингредиенты между нами, говорить, что нужно делать с ними. Дальше мы все это совместными усилиями из всего, что мы видим на столе, приготовим прекрасная такая яркая рыба. Нас ждет яркая по вкусу, яркая по виду. Осенью в Петербурге нужны, мне кажется, на столе тоже яркие краски, потому что золотая осень скоро кончится, а радоваться какой-то яркости цветов хочется и дальше продолжать вкусов. Также мы сделаем горячий напиток из брусники с тимьяном и апельсином, опять-таки, медом. То есть такой не чай, не чай, как я это называю. И начнем мы тогда с того, что, да, приступим к действию. Вот у нас здесь петрушка, ее нужно порезать мелко. В табуле можно готовить как с кускусом, так и с булгуром. Мы сегодня будем готовить с кускусом. Эта курпа прекрасна тем, что ее можно залить кипятком, оставить запариваться на 10-15 минут, и она, в принципе, уже будет готова к употреблению. Ее можно какое-то время хранить в холодильнике, если она не заправлена маслом, и использовать на следующий день, даже еще через день, либо для того, чтобы приготовить какое-то новое горячее блюдо, например, с овощами тушеными, либо использовать это в салатах в качестве такой добавки, чтобы придать ему больше сытности. И мы сейчас возьмем, чтобы по пропорциям нам не промазать, на одну часть крупы берется две части кипятка. Ну, пока возьмем еще мяту. На самом деле, такое блюдо, оно, мне кажется, прекрасно подходит для осенне-зимнего сезона, потому что оно очень ароматное за счет мяты и петрушки. Петрушка незаслуженно такой презираемый иногда поварами высокой кухни ингредиент, при том, что, например, в средизаморской кухне ее активно достаточно используют в качестве добавки к пасте. Ой, у Романа отлично получается нарезать петрушку, прямо мелко как надо. Я, на самом деле, немножко читала биографию. Я знаю, что вы переехали к нам в Петербург откуда-то издалека, но мы немножко запутались откуда именно. Может быть, вы сами пару слов об этом скажете? И как вам вообще после переезда в Петербург живется, славящийся своим климатом не самым лучшим? Ну, родом я из города Читы, Забайкальский край, из далека, из глубинки. Потом карьеру я играл в Белогории, где город Белгород. Конечно, там климат намного теплее, чем здесь. Но переехав в Петербург, я понял, что начал освещаться этим городом. Очень понравился его культура, его достопримечательности. А где, в какой части города вы пребываете? В Бурге-Крестовском острове. В Бурге, а где проходят тренировки? А, на Крестовском острове. Да, на Крестовском острове, в Академии Плотком. На самом деле, мне очень понравилось. Я первый раз была на матче на волейбольном. И динамика игры действительно, на самом деле, завораживает. И такой достаточно мощный был фанатский сектор, который подбадривали игроков. И мне понравилось, что нет вот такой атмосферы, которая на некоторых других командных видах спорта, мы будем сейчас показывать перед пальцем, на котором зрители чехвостят несчастных спортсменов. Мне кажется, каждый становится вдруг диванным таким специалистом. Я такого на волейболе не заметила. А еще я заметила такую интересную особенность, что у вас, когда какая-то неудача происходит, вы друг друга подбадриваете на поле. Как игроки. То есть мы, кто друг на друга не ругается. И такая доброжелательная атмосфера. Это очень важная часть этой поддержки. Потому что, чтобы игрок не волновался, когда сделал ошибку, мы, конечно, его поддержим. Я ни в каком другом виде спорта такого не видела. Потому что у нас в хоккее частенько даже от соратников по команде в любительской лиге может прилететь за неправильно отданный пастом или невовреный. Как проходит тренировочный процесс, наиболее? Что входит вообще в подготовку? Помимо мяча, бег, еще что-то. Как себя держать в форме? Ну да, у вас, получается, мы тренируемся три дня. Отдых три дня. Такой у нас график. Получается, первый день у нас тренажерный зал, фитнес. Вечером волейбольная тренировка. Второй день у нас две волейбольные тренировки. И в третий день опять же фитнес и волейбольная тренировка. Как вообще пришли в волейбол? У меня родители спортсмены, тоже волейболисты, тоже связующие. То есть это перешло, можно сказать, на генетическом уровне и по наследству? Да, выбора так такового у меня не было. Ну я в принципе с самого детства, полюбил этот спорт и... А со скольки лет начали заниматься? Даже живота, наверное. Но когда была беременна, она играла еще за четырех месяцев. А, да? Ничего себе. Там нету опасных ради таких моментов. Хотя, наверное, профессиональные спортсмены немножко по-другому к этому относятся. Меньше себя берегут ради какой-то карьеры спортивной. Сейчас нужно показать свою, так сказать, мощь рук. Да, потому что нам предстоит выдавить этот лимон. Как питаются волейболисты? Есть ли там какие-то ограничения? Потому что хоккеисты, они наоборот, едят там макароны с курицей. То есть набор такой идет, для того чтобы было много энергии. Когда мы разговаривали с чемпионом мира, который недавно как раз подтвердил свой титул Дмитрием Биволом, у него наоборот проблема, что нужно иногда снизить. Бывает, если перейти в другую категорию, ни в коем случае у них там счет идет прямо на грамму. У нас, да, у нас питание делится на два этапа для межсезонья. И когда начинается уже волейбольный сезон. В межсезонье, конечно, мы даем себе расслабиться. А межсезонье сколько длится? Около трех месяцев. Это летом происходит? Да. Когда шишки, там нарушение режима. Да, сладенькое. А как удается держаться в форме? Ну вот, когда начинается уже подготовка к новому сезону, как называется, сборы, там уже специальное питание. Низко углеводное, не жирное. Более такие продукты нам выливают. А приходится самому дома себя готовить или вас кормят специально обученные люди при присмотре врачей? У нас, когда игры проходят, то нас кормят, да. И специально составляется меню, чтобы было легко и на тренировках, и на играх, чтобы не было тяжести. С чего начинается день? Какой завтрак у вас? Завтрак я предпочитаю или это овсяная каша с сухой? Конечно. На воде или на молоке? Это стандартный вопрос. На молоке. Люблю на молоке. Как бы... Ну, не такой уж, а прям... Чтобы было... Потому что у нас вот многие наши герои, они как раз на воде. И мой тренер по хоккею на воде ест. И Елена Белова, которая капитан нашей команды. Она еще изоборствами занимается тоже. Ну, как мы знаем, завтрак – это самое важное. Самое важное, например, пища. Не уехал. Надо их уже кушать. Как говорила героиня, мама Сильвестра Сталлоне в фильме. Стоит, а то мама будет стрелять, когда она уехала за ним с завтраком. Я помню, как я забыл. Мы ей встали этот фильм. Добрый. Если бы вы знали, что сейчас окажетесь на немитаемом острове, вам можно было бы взять три любых продукта с собой. Что бы это было? Наверное, какой-нибудь вид мяса. Потому что фрукты там можно найти, рыбу поймать. Наверное, мясо, да. А, ну, мясо – это один, а еще два. Вроде бы, да, немного – три, но иногда вызывают затруднения. Есть ли какая-то любимая национальная кухня или вообще что-то, что больше всего нравится из еды? Ну, кушаю я все, можно так сказать. Люблю и пиццу, и пасту. Итальянская. Да, и японскую кухню, и королу. Вот еще нужно чесночок порезать. Приятные всегда, когда мне помогают. Ну, конечно, не пробовал. Вьетнамскую кухню не пробовал. У нас сейчас много достаточно открывается ресторан в Петербурге, поэтому можно сказать, что, наверное, в динамическом плане достаточно интересно у нас. Так как рядом жил с Китаем. Ну, там, наверное, совсем другая, не такая, как у нас, на пудистах больше, которые сами китайцы, а не другой едят. Да, там, конечно, отличаются. Да, очень отличаются. А что из китайских тут не нравится? Вот что? Мясо веревочка, мясо вананаса, вананаса, вананаса. Да, у них такие соусы кисло-сладкие, получается. Они прямо на этом специализируются. Мясо габаджоу, получается мясо в сумке на сухаря. То есть мясо предпочитаете рыбе? Да. Потому что в интервью я читала по поводу рыбалки, что как-то у вас с ней отношения не очень сложились. Рыбу очень люблю. Да, какая самая любимая? Лосось. Отлично. На самом деле лосось – отличный источник полезных жиров. Обязательно нужно есть в осенне-зимний период, особенно для людей, которые подвержены нагрузкам серьезным физически. Кроме того, он очень полезен для кожи. У нас в нашем недостатке солнечного света в нашем регионе это особенно актуальным становится. Плюс у лосося нет таких серьезных ограничений по содержанию элементов, как и тунца, например, да? Хотя лосось тоже достаточно крупного размера иногда бывает. Ну, единственное, что, дорогие друзья, следите за количеством съедаемого, естественно, такого как аварийности, особенно если вы следите за фигурой. Но вообще лосось, авокадо, орехи, оливковое масло – это то, что должно быть в рационе, особенно зимой, как можно чаще, наравне, как я уже говорила, с овощами. Сейчас мы перейдем к тому, чтобы подготовить маринад для как раз-таки любимой рыбы Романа Порошенко. Наш, кстати, кускус вполне уже себе готов. Мы его потом соединим в миске вместе с салатом приготовленным. Добавим кинжутное масло и немножко черного перца. Также чуть-чуть соли. Как, кстати, к соленому? Есть ограничения какие-то или не особо обращаются к нам? Мне кажется, у спортсменов, на самом деле, не так это серьезно. Просто их, потому что они достаточно много физической активности, теряют энергию, солей. Поэтому, наоборот, даже рекомендовано какое-то количество соли съедать. Начнем делать маринад для лосося. Мы, напоминаю, делаем сегодня маринад из соевого соуса, кунжутного масла и апельсинов. Апельсины вообще чудесно сочетаются с рыбой и с мясом все-таки тоже. Разрежем половинки, и Романа опять попрошу выжить. Еще один апельсин мы приготовили для того, чтобы сделать с ним напиток чайный, чай подобный, горячий. А мы тем временем продолжаем готовить дальше. Роман сейчас выдавит нам апельсины для того, чтобы мы смогли сделать маринад для этого прекрасного лосося. А я пока займусь тем, что переложу уже приготовившийся кускус в эту миску, где находится салат. Полу-салат, полу-гарнир. Сейчас он еще тепленький, мы туда добавим еще кунжутное масло для аромата. Вообще кунжутное масло очень полезно и при этом очень хорошо сочетается с такими насыщенными по вкусу блюдами, как, например, арабская кухня или азиатская. Поэтому не бойтесь использовать. Она такая достаточно душистая, но при этом придает именно необходимый такой аромат блюду, которому стоит пренебрегать. Вот такие прям высоковжималки промышленного практически масштаба, так скажем. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что нам нужно взять кунжутное масло. Все рецепты, которые мы сегодня упоминаем во время съемок, можно будет найти на нашем аккаунте в инстаграме в шоу Ольги Камоле. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить интересного. Также там мы выкладываем бэкстейджи с наших съемок. Надеюсь, что когда-нибудь дело дойдет не только до вэкстейджа фото, но и до видео, потому что это очень иногда бывает забавно на самом деле. Я хотела положить еще мяту. Вообще мята достаточно активно используется в южных всяких кухнях. И не только для напитков и десертов, как у нас любят в ресторанах украшать десертики все с сахарной пудрой и листиками мяты, а еще и для того, чтобы придать вкус. Многие командные игры славятся тем, что игроки хулиганские ведут себя вне поля. Как в волейболе обстоят дела? Потому что в скандалах никаких особо не доходят до публики. Но есть ли какие-то там закулисные истории? Или в волейболе так же, как и на площадке все дружелюбно проходит и за пределами поля так же все мило? На площадке, наоборот, бывают такие моменты, когда эмоции перехлестывают. И было в одном матче такой случай, в пятом сэйхе, что в концовке партии, игра длелась на 15 очков, команда сумела получить в команде три красные карточки. А красные карточки за что? За поведение. То есть именно в отношении других игроков, соперников или с судьей споры? Да, сильно агрессивно себя вели в отношении к игрокам другой команды. Такое интересное звучание, и я такого еще не встречал когда-то, если честно. Три карточки? Да. А удаляют же тоже, да, игроков? Да, удаляют, когда две получаются. Итак, мы продолжаем готовить нашего прекрасного лосося, замаринованного в апельсиново-соевом соусе. Роман любезно выжал все апельсины просто до последней капли. Мне кажется, даже лучше, чем соковыжималка. Плюс я всегда абсолютно точно уверена в том, что чем больше ты души вкладываешь в процесс приготовления, тем вкуснее получится блюдо, которое готовим. Добавим в маринад сразу смесь кунжутов. Кунжут – отличный источник кальция для взрослого человека. Столовая ложка кунжута, съеденная в день, восполняет наш дефицит в этом веществе. Так, и соевый соус. Так, и сейчас мы туда вот так вот окунаем нашу рыбу. Буквально там минут пять она помаринуется, и примерно семь минут в духовке достаточно будет для лосося такого размера, чтобы быть уже готовым к тому, чтобы его употреблять в пищу. А сейчас мы отставим лосось в сторону и доделаем напиток. Добавлен туда тимьян и апельсин, а также мед. Я знала, что я что-то забыла. Мы должны были мед добавить еще немножко в маринад. Так, теперь мы… Я думаю, что уже достаточно. Такое у нас практически уже получилось пюре брусничное. И очень нарядно выглядит это все. Сейчас я это залью кипяточком. Получится отличный напиток. Опять-таки, если в волейболе у вас сейчас сезон, то у природы сейчас межсезонье. И как раз в межсезонье обостряются различные простудные заболевания. И вот употребление ягод с цитрусовыми и различными травами ароматными, оно не только поднимает настроение своими запахами и вкусом прекрасным, но еще и помогает нашему иммунитету справляться с различными простудными заболеваниями. Вот мы еще мед… Что-то у меня сегодня с медом не складывается отношение. Я во всяком деле забываю про него. А мы сейчас перейдем за чашечку чая в другую часть гостеприимного ресторана Евразия и там поговорим дальше о спорте. Дорогие друзья, мы пересели за уютный стол рядом с торшером. Мне очень нравится в новых интерьерах ресторанов Евразия, что они используют различные материалы, которые очень придают атмосферу уюта и приятно находиться. Так как мы уже несколько раз упомянули слово межсезонье в различных его значениях, то я бы сейчас хотела спросить Романа, есть ли у него какие-то любимые виды физической активности в тот момент, когда происходит межсезонье волейбольного сезона? Ну да, люблю активно проводить время, поездки на велосипедах, прогулки по красивым местам Санкт-Петербурга. И не только. Люблю кино, люблю просто проводить время с друзьями. Отлично. А какие-то зимние виды спорта есть любимые? У нас первоналежных курортов достаточно много в Санкт-Петербурге. Но таких, конечно, не смешные по меркам каких-то альпийских курортов или даже наших региональных, российских, может быть, сноуборд. Если честно, ни разу не пробовал, не сталкивался с сноубордами. Смотрю только хоккей. То, что вы любите есть, мы об этом поговорили. Теперь хотелось бы узнать, готовите ли сами дома что-то? Если готовите, то что? Может быть, какие-то фирменные рецепты семьи перешли в Арсенал? Или обходитесь всякими ресторанами и тренировочными программами питания? Не, я люблю готовить. Тем более, когда у нас есть промежутки между тренировками, как бы идти нет времени, никуда не в ресторан, и приходится самому что-нибудь придумать. Что чаще всего готовить дома? Ну, кроме каши на завтрак? Да. Ну, омлет еще на завтрак или творог. А в обед, после тренировки, это всегда или паста, или гречка, или рис. Простое. Простое нежирное блюдо, чтобы подготовиться ко второй тренировке. То есть, две тренировки, да, в день? Да, когда две, когда одна. Какие-то дополнительные себе активности даете? Бег, может, или еще что-то, или это уже не нужно, когда... Да, в тренировках мы выполняем. Полностью, да? Да, полностью выкладываемся. Хорошо. Любите ли вы авокады? Не знаю, ни разу не пробовала. Правда? Да. То есть, у нас сегодня будет дебют. Это очень интересно, на самом деле, услышать мнение, тогда понравилось ли. Вообще авокадо – это ягода, но с гастрономической точки зрения это ближе все-таки к овощу. При этом это источник тоже всяких полезных жиров, необходимых спортсмену. И прекрасно дружит, если можно так сказать, с лососем. И как по цветовой гамме, так и по вкусовым характеристикам. Это считается одной из таких самых беспроигрышных вариаций, с чем сочетать авокадо – это лосось. Поэтому вдвойне приятно, что именно на нашем шоу под названием «Моли-глакомоли» вы сегодня впервые попробуете авокадо. Наверное, тогда, может быть, рассказать, что такое вообще «Глакомоли». Вдруг кто-то еще из зрителей не знает – это блюдо мексиканской кухни, широко распространенное вообще по всему миру. Представляет собой нечто среднее между салатом, например, и соусом. Или, как у нас в каких-то ресторанах, я встречала такое понятие, как «намазка». «Глакомоли» как раз-таки идет нелюбимой нашим продюсерам кинза. Ну, это опционально. Также опционально использование лука и чили, потому что чили регулирует остроту. «Глакомоли» совершенно не обязан быть острым, хотя мексиканцы, конечно, предпочитают острую пищу. А острая пища в холодный сезон, осенний и зимний, она тоже стимулирует иммунитет. Кстати, мы ни разу в нашем шоу не рассказывали, почему оно так называется. И мне кажется, что сегодня тогда неплохой момент наконец-то приоткрыть завесу тайны над этим названием. Потому что последний раз я пыталась это объяснить как раз, сидя на волейбольном матче, почему же именно так называется, что это не моя фамилия, и меня не зовут Оля. Напоминаю, что меня зовут Милана Орехова. И «Оля глакомоли» — это отсылка, во-первых, безусловно, к любимому нами ягоду авокадо. Из нее самое популярное блюдо во всем мире, собственно говоря, глакомоли. А «Оля» — это как отсылка к крикам болельщиков «але, оле, оле». То есть это призвано к чему-то спортивному нас подтолкнуть. Но, как я поняла, не всегда это очевидно для человека. Кто-то действительно приходил сам к этой догадке, кому-то мне приходилось объяснять и достаточно долго. Но вот сегодня наконец-то и все зрители нашего шоу наконец-то услышали версию из первых уст, как оно родилось. Дорогие друзья, нам принесли наконец-то с кухни приготовленное филе лосося, которое мы замариновали в апельсиново-соевом маринаде с кунжутным маслом и кунжутом. На гарнир у нас сегодня кускус в табуле и несколько ломтиков авокадо нам положили. Мне кажется, он, кстати, спелый и прекрасный. Поэтому предлагаю Роману попробовать первый раз в жизни. Это чудесные овощи-ягод или ягодные овощи. Лосось, на мой взгляд, очень чудесный, нежный получился. Отлично сочетается с авокадо и нашим гарниром. На этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. С вами было шоу Олег Вакамоли. Сегодня у нас в гостях был связующий волейбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург» Роман Порошин. И всем авокадо и Олег Вакамоли.